Здорово, пацаны! Я в Питере, на Московском проспекте. Это Московская площадь. Оператор, покажи, где Московская площадь. Вон там, сзади меня, это дом советов. Ну, в общем, эта площадь была заложена где-то в 30-х годах. Как-то так. И она, по-моему, до 68-го года вообще никакого названия не имела. Только потом кто-то придумал название Московская площадь. Название просто подкупает своей новизной. Московская площадь. Долго думали, с 30-го по 70-й год. Как назвать эту площадь? Ну, назвали бы как, ну, там, не знаю, там, площадь, там, Петра Первого и его внуков. Ну, ладно, это... Я так, шучу. Здесь два фонтана на площади. Они почему-то сейчас не работают. Кстати, вот это вот памятник Владимиру Ильичу Ленину, идеологу великому. Он, кстати, 8 метров. Вот эта вот статуя Ленина, 8-метровая. А площадь вообще не вынимает этого памятника 16 метров. Вот этот вот пункт советов. Вот во времена, короче, Второй мировой войны, во время блокады, здесь был один из оборонных услов. Тут доты стояли и все там прочее. Как бы, а после тут какое-то учебное минное поле было. Тут собак там тренировали всяких там на разминирование. И, как бы, исторически важное такое место. Ну, а больше об этой площади тут сказать я ничего не могу. Вон там, вон, роллеры какие-то ездят. Вот пришли, я с Копова здесь нахожусь. Этот чувак там что-то ездит, падает, встает, обратно ездит. Там какой-то трюк хочет отработать. Уже пару раз хорошенько навернулся, полежал, встал, там кофе попил и обратно. Что вот он делает, я не могу понять. А сейчас я поеду в аэропорт Пулково и полечу в город Калининград. То есть Кёнингсберг. В Балтийском море ногу свою поломанную, травмированную лечить. Я сейчас нахожусь в Питере, в аэропорту Пулково. Вон, оператор, покажите, что это. Пулково. Всем своим питерским друзьям привет. Я числа 8-го еще раз приеду сюда, в Питер, обязательно всем позвоню. Аэропорт, могу сказать, такой прикольная обстановка, домашняя. Не то, что там дома, где-то в Шереметьево, где все тут вот так. Какой-то коллапс там постоянно происходит. Здесь довольно-таки все спокойно. Ветер свежий. Самолеты не взлетают пока. Сейчас пойду на регистрацию и полечу в Калининград. Господа присяжные заседатели, лед тронулся. Первый ряд. Сейчас заходим справа, тридцать за спину. Все. Идем на посадку. На посадку в самолет на урольские авиалинии. Все, собственно, вот это уже самолет. Ракета. Майбилетинг. Майбилетинг. Санкт-Петербург, Калининград. Время в пути 1 час 20 минут. Майбилетинг на борту участников программы «Лояльность к крыльям». В целях обеспечения безопасности все электронные устройства должны быть выключены и уйдены, и режим порядка. Добрый день, господин, я говорю. Субтитры создавал DimaTorzok. Добрый день, ты? Добрый день, друзья. Добрый день, я хочу спитать. Добрый день, я хочу спитать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Орел, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково, Калининград, аэропорт Храброго, потом Зеленоградск, потом Курская коса, поселок морской, крайняя точка земли русской. Вот там дальше, вон где облака, там уже не Россия, там уже ей парады закручивают, а мы здесь оборону держим. Ха-ха-ха, как-то так. Пусть только сунутся, мы порошок сотрем. Ха-ха-ха, да шутка это все. На самом деле здесь очень круто, никого нету вообще, песчаные дюны, сосны. Вот так вот, и тишина. Ти-ши. Не знаю, может завтра на рыбалочку пойду. Лески в магазине с крючками прикуплю, закину пару селедок, вытащу. Балтийские. Ну ладно. Пока. До завтра. До завтра.